Привет, друзья! Меня зовут Павел Сафронов, и я не только автор этого канала, но по совместительству главный редактор средств массовой информации AllRus.News. Наше средство массовой информации в установленном порядке зарегистрировано и работает с 2017 года. Я его автор и основатель. Наше средство массовой информации объединяет в себе и дает возможность заниматься независимой журналистикой многим перспективным и талантливым молодым людям, в том числе блогерам и активистам. Вы, наверное, уже все видели видео, которое облетело весь интернет, на котором 2 февраля этого года нелюди в форме ОМОНа жестоко избили журналиста Федора Худокормова. Совсем ожирели, что ли? Так вот, Федор является нашим сотрудником и выполнял в тот день задания редакции. А, соответственно, был избит представителем российской власти с целью воспрепятствовать его профессиональной журналистской деятельности. Я считаю такое поведение представителей силовых структур по отношению к людям и тем более к журналистам недопустимым и преступным. То же самое считает Уголовный кодекс. Для этого предусмотрено сразу несколько статей. Это 144-я, часть 2-я, противодействие журналистской деятельности, которое предусматривает в случае применения насилия, которое тут очевидно, предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы, а также часть 3-я, статья 286 Уголовного кодекса. Она более тяжкая, от 3 до 10 лет лишения свободы. Мы обращаемся ко всему журналистскому сообществу, а также просто к неравнодушным людям с просьбой распространить это видео и направить обращение по ссылке в описании к этому видео в Следственный комитет России. Также прошу считать данное обращение официальным обращением в правоохранительные органы России и Следственный комитет с требованием привлечь виновных к уголовной ответственности. Особенно нам бы хотелось найти понимание среди наших коллег. Но, однако, не все журналисты поддерживают своего коллегу. Многие насмехаются, а у некоторых даже язык поворачивается называть это фейком. Угадайте, кто себе такое позволяет? Ну, конечно же, те, кого в народе называют пропагандонами. Это у нас Ольга Скобеева по кличке Сливной Бачок, а также Владимир Соловьев по кличке Помет. Давайте же вместе посмотрим, какой замечательный, объективный и беспристрастный репортаж подготовили эти замечательные люди с не очень приятными, но народными кличками. После просмотра всех пропагандистских сюжетов мы с вами свяжемся с Федором Худокормовым, который даст нам свое видение событий и свои комментарии, что он думает об этих сюжетах и вообще по поводу произошедшего. Масса фейков, но санкции вводят именно в отношении нашей страны. Посмотрим. Но первое, что хочется заметить, это то, что тот момент, когда ОМОНовец первый толкает журналиста, и когда ОМОНовцы, собственно, два ОМОНовца избивают людей, журналист подходит ближе, чтобы снять, это неописуемое насилие, и ОМОНовец отходит уже от людей, избил их, значит, совершил уже преступление, отходит и отталкивает журналиста. Вот этот момент они вырезали, они только начинают с того, что ОМОНовцы отходят, потом возвращаются и, значит, бьют Федора дубинками по голове. Два раза. Вернее, один ОМОНовец бьет два раза дубинкой его по голове. Бить журналистов недопустимо. Поведение сотрудника уже разбирает служебная проверка Росгвардии. Однако желтый жилет пострадавшего вопросов вызывает не меньше. Буду вызывать уже скорую, поеду в страну. 19-летний Федор Худокормов жертва уже профессиональная и с многолетним опытом. Главная задача на митингах, как минимум с 2018 года, спровоцировать сотрудников полиции на применение силы и после плакаться в интернете. Но российские либеральные, западные и даже украинские СМИ... Вот опять говорят, что Федор Худокормов якобы провоцирует мусоров там как-то на какие-то противоправные действия, а потом плачется в интернете. Интересно, а как можно вообще журналисту, который просто, ну, грубо говоря, ходит и снимает, да, происходящее, фиксирует происходящее, спровоцирует сотрудника правоохранительных органов вообще на что-то, не нарушая закон. Ходят с заголовками, как под копирку про жертву режима, сообщают, что избит журналист. На акции протеста в Москве ОМОНовец ударил дубинкой по голове журналиста в жилете пресса. У журналиста, которого на акции ударил ОМОНовец, зафиксировали черепно-мозговую травму. Совсем озверели. В Москве ОМОН избил журналиста после решения по делу Навального. Однако удостоверение прессы у Худокормова каждый раз новое. Вот он с пресс-картой газета «Свободная речь». Ее номера не выходят с 2014 года, а свидетельство о регистрации уже аннулировано. На другом митинге пресс-карта уже от издания «Алрос Ньюз». Ей Худокормов очень гордится. Конечно гордится. Это же гордо быть журналистом независимого издания, а не быть журналистом «Россия-1» или там что там «Соловьев Лайф» и прочих пропагандонских помоек. Конечно нашего издания журналистам быть гордо, в отличие от этих «Прости Господи». На каком основании? Я журналист. Ты толками. Ходи близко. Не подходи тоже ко мне. Держи дистанцию. Держи дистанцию, я тебе сказал. Статей за авторством Худокормова в издании нет ни одной. Его самого в материалах называют блогером, репортером разных YouTube-каналов. То есть Худокормов скорее выступает в роли профессионального провокатора. Как у нее сложился такой логический вывод? Что он скорее блогер, репортер каких-то YouTube-каналов, и значит он выступает в роли профессионального провокатора? Это как так? Вообще как это сходится? Как? С чего она сделала такой вывод? Что если он репортер каких-то YouTube-каналов, блогер и так далее, даже если он так является, ему ничто не запрещает совместно с журналистской деятельностью также вести какие-то блоги, телеграм-каналы, YouTube-каналы и так далее. Ему никто это не запрещает делать, тем более я как его начальник. С чего она взяла, что он какой-то провокатор? Вот объясните мне, я не понимаю. Пишите внизу в комментариях, друзья. И сейчас показывают, вот показали кадры с нашего сайта, собственно, СМИ, который работает в качестве новостного агрегатора. То есть оно очень часто репостит всякие новости для оперативности информации с ОВД-инфо, с Медиазоны, с Новогазеты, с других независимых СМИ-изданий. И смотрите, как интересно, они показывают сейчас канал самого Федора, RealView, и на нем 3100 с чем-то подписчиков. При этом YouTube-канал этот, который вы сейчас смотрите, самого СМИ, да, 103 тысячи подписчиков, они почему-то не показывают. Странно как-то, да? Не находите? Хотя все ссылки на него, собственно, с сайта самого СМИ есть. А канал Федора нигде там на сайте СМИ вообще не фигурирует. А вместо редакционного задания в Телеграм-канале призыв выходить на несогласованную акцию. Почему вместо редакционного задания? Вот мне интересно, Скобеевой, конечно, виднее наши редакционные там дела, там какие у него задания, там есть они, нет они и так далее. Скобеевой виднее, но вот с чего она делает такие выводы? Вот объясните, вот как это вообще складывается в голове у человека и вообще как это воспринимают нормальные люди, когда это смотрят. Потому что я, если честно, не очень часто ее смотрю вообще, от слова совсем. И вам не советую. Наказание за такие сообщения, штраф до 300 тысяч рублей и арест на 15 суток. На 15 суток. Да, кстати, обязательно поддерживайте протестное движение и выходите на все митинги в поддержку политических заключенных, а также за смену власти и свержение, собственно, Путина. Вот, спасибо большое. Жду штрафов 300 тысяч. Я журналист, на каком основании ты меня толкнул? А это другая провокация в отношении полицейских. На фотографии якобы жесткое задержание на митинге. Сообщается, что девушку били. Так ладно, это уже не про нас там. И вот сейчас показывают у нас спецприемник, вернее, центр там для временного содержания мигрантов, потому что у нас закончились в Москве места во всех спецприемниках для административно задержанных, и людей свозят туда, где обычно сидят мигранты. Его показывают это видео, и сейчас тоже, наверное, назовут это фейком. Давайте посмотрим замечательное видео. И, наконец, фейки прямо из камеры с задержанными протестующими. В переполненном помещении девушка, одна из задержанных, жалуется, что спать приходится на голых решетках попрое. Вот, смотрите, все очень... Матрасов нет, ничего нет, люди тут уже так полутора суток. Потом выясняется, что видео было снято, как только задержанных завели в камеру. Буквально через час совершенно другие кадры. Постельное белье уже на месте. В камере правильное количество человек... Кто-нибудь из вас видит постельное белье, которое, наверное, говорит, постельное белье уже на месте. Вот сейчас другие кадры, постельное белье уже на месте. Кто-нибудь видит эти кадры? Я лично нет. У нее все вообще в порядке с психикой, с головой, там нет. Может провериться, надо что-то посмотреть, там к доктору можешь сходить. Где постельное белье? Чуваки так же спят на голых решках. В камере правильное количество человек, но фейк Не говоря о том, что правильное количество человек, там камера на сколько, там 8 человек или сколько там, не могу сосчитать, пока двигается картинка Там явно больше народу, чем вообще кое-к спальных мест в этой камере, там люди один на другом сидят Это что за приколы такие? Фейк Фейк, но фейк, а не в человеческих условиях уже создан Там промелькнул главный редактор медиазона Сергей Смирнов, кстати, которого также арестовали мусора за его журналистскую деятельность Во враждебно настроенных СМИ он займет первые полосы Вот туалет сейчас был вообще классный, вот прям реально, туалет типа очко, классные человеческие условия для арестованных И кадры с призывом от полиции искать возможности для диалога, туда уже не войдут Слушайте, ну тютушки-то поработали, хорошо как? Абсолютно Я хочу сказать, напомните украинский опыт Понятие Дмитрия Корчинского, провокация мать революции Он всегда внедряет в жизнь, начиная с 89-90-го и дальше годов А я напоминаю всем появление... Сколько вы таких кудокормовых видели в Киеве, это же просто классик При этом давайте разделим его деятельность, да, и то, что действительно нельзя немотивированно бить людей вообще Явление термина тетушки связано с летними выступлениями Ну там дальше, собственно, были какие-то уважаемые эксперты с Украины, там и прочие, короче, ватные их прихлебалы Которые им помогали, собственно, осуществить оболванивание населения России И убедить, собственно, это самое население в том, что это все фейк Что журналист по хлебалу не получал, что он вообще не журналист Там, я не знаю, Маша сама виновата, что надела короткую юбку Вот в этом стиле Мы таких кудокормовых видели в Киеве, как говорит ведущий Не знаю, как его даже зовут, но, в общем, одна фигня там, я думаю, нормальных людей особо не дергает В общем, я надеюсь, что в Москве будет так же, как в Киеве, свободно 2013 года, так называемое непорочное избиение журналистки Снесарчук и мужа ее Садель Когда мальчик, тетушка, перед ней попрыгал, демонстрируя свои каратистские способности А за это получил три года В историю новой Украины это вошло, как избиение журналистов И раскачало ситуацию за три месяца перед избиением, а ниже детей Людей толкают, они провоцируют, нападают на правоохранителей, на людей Провоцируют избиение, а потом, когда им дают ответку, любую ответку, они используют как зверячее побытие По-русски это зверские избиения Вот в это попал тетушка Его потом, собственно говоря, оправдали в суде Один тетушка вообще до суда не дошел Но, тем не менее, сам факт, который привлек внимание всей международной... А вот сейчас, да, они в основном сюжете не показали, как ОМОНовец непосредственно отталкивает его То есть, что стало причиной конфликта То, что ОМОНовец оттолкнул Федора Федор ему сказал, ты что, зачем ты толкаешь журналиста? Собственно, ОМОНовец со словами, как он там сказал, короче, какими-то оскорбительными и угрожающими Ну, там будет на записи, я думаю Да и вы все, наверное, слышали Собственно, так спешил Исполнять свои служебные обязанности Или дальше там бить людей, совершать преступления Но все-таки он решил, что надо остановиться И наказать Федю за то, что он сделал ему замечание И остановился, отвлекся там на 2 секунды буквально Нанес ему два удара по голове и побежал дальше То есть, не задержал ничего То есть, просто у него это в порядке вещей Общественность о том, что в Украине бьют журналистов Имел место и стал предпосылкой, предлогом, что ли И к революции достоинства, которая и состоялась буквально через полгода Так что это абсолютно испытанная тактика В России она будет продолжаться до тех пор Пока эти люди не будут представать Либо перед какими-то, ну я не знаю, каких-то процессах Где будут всему, не вот случайно, а показывать Кто эти люди Напоминать, что думает по этому поводу уголовный кодекс И сколько это стоит с точки зрения уголовного кодекса Провокация, например, правоохранителей Во время исполнения своих служебных обязанностей Пока что это стоит не правоохранителю, а вот этому вот мусору в погонах Который избил журналиста Это стоит до 6 лет по одной статье за противодействие журналистской деятельности с применением насилия И от 3 до 10 лет по другой статье за превышение должных полномочий с применением насилия По 286 части 3 Вот сколько это стоит с точки зрения уголовного кодекса А для журналиста это будет стоить оплата ему всех расходов Как со стороны государства, так и со стороны виновника, собственно, торжества этого мусора То есть возмещение всего морального и материального вреда При этом этот фейк с Худокормовым облетел абсолютно все Абсолютно все средства мозга Этот фейк с Худокормовым, то есть напоминаю, что для тех, кто не уловил сути, да Они называют вот это видео фейком То есть я сначала думал, может они про другие какие-то видео, они же там еще видео показывали Нет, они конкретно вот это видео, где Федя два раза прилетает дубинатором по башке Называют фейком Это фейк, чуваки Вот это фейк, вот поверьте мне, это фейк Представляете, вот им, наверное, кто-то, наверное, поверит Ну, может быть, там, какие-нибудь люди с Альцгеймером там Или там с каким-нибудь еще заболеванием Ну им, простите, бог с ними, не будем трогать людей Здоровые люди не должны в это поверить И там первое впечатление, когда ты видишь, журналист, мирный человек Снимает его, ударяют Раз дубинкой, два И кажется, что действительно мордор Кажется, действительно, вот он кровавый режим Только после появления полного видео становится понятно Потому что вот он мордор и вот он кровавый режим Все просто А вы просто, гражданка Скобеева По кличке Сливной Бачок в народе Пытаетесь перевернуть все с ног на голову Так оно и есть Первое впечатление, самое верное Мирный человек, журналист Делает свою работу, занимается свободной журналистской деятельностью Свободной То есть они, по сути, отделяют, да Тех, кто работает на федеральных каналах, да То есть мы, вот мы настоящие журналисты У нас есть огромные камеры У нас есть там большие микрофоны с набалдашниками А вы все говно Вот, по сути, мессендж такой То есть вы все, по сути, говно И вас можно бить А нас нельзя Мы потому что настоящие журналисты А вы так, хрень какая-то, шушера Человека с краской, которую выдают за кровь Минем четыре раза предупреждали Просили, отталкивали Он нарывался А потом упал в противоположную от удара В сторону И на протяжении пяти минут орал Еще раз Мы не к тому, что мы Что она несет? Что она несет? Где она увидела, что кто-то его там предупреждал? Его предупреждали, что ему сейчас всекут И через секунду ему всекли два раза Все Это единственное предупреждение, которое оно было И оно было единственное И даже предупреждением это назвать нельзя было Это просто Просто Какая-то Декларация о намерениях была со стороны того мусора с дубиной Где она эти четыре раза нашла? Как он падает в противоположную сторону от удара? Вообще Я не понимаю Где она это увидела? И на протяжении пяти минут орал Еще раз Какие пять минут? Где он орал на протяжении пяти минут? Даже если бы он орал на протяжении пяти минут Я думаю, если бы Скобеева дали так по башке Ну, она бы тоже не особо тихо была Ну, может быть, тихо и лежала, если бы только сознание потеряло Но, в общем-то, это больно Поверьте мне Как человек, который получал по башке не раз Это больно В том числе, кстати, я получал по башке в процессе своей журналистской деятельности Можно бить мирных людей Мы к тому, что огромное количество провокаций И во всех этих оппозиционных и средствах массовой информации И телеграммах не раз То есть мы не к тому, чтобы можно бить мирных людей Ну, просто много провокаторов, да, как она там сказала То есть Людей Она отделила людей От вот таких, как Федя, да, независимых журналистов Которых они называют провокаторами То есть людей, не, людей бить нельзя Да людей никто не бьет Никто тут не ударил ни одного человека Ни на одном митинге они не скажут, что кто-то ударил какого-то человека Всегда у них провокаторы Какие-то оппозиционеры Какие-то там, я не знаю Западные агенты и прочее То есть никогда никто ничего не признается Хотя тут, казалось бы Ну, грубо говоря, сказали бы там, как всегда, да Ну, перегнули палку Ну, перестарался там ОМОНовец Ну, махал он дубинкой-то целый день И сбивал людей У него работа такая тяжелая Совершать преступления против своего народа Ну, вот, обознался он, да Не заметил там, что журналист Вспылил, да Подумаешь Ну, принес извинения Там, не будем его наказывать Так уж и быть Хотя По тяжким статьям Публичного обвинения Нет такого основания Как Ну, принес извинения Для прекращения уголовного дела Либо Для отказа Возбуждения уголовного дела Ну, в общем Давайте посмотрим Еще чуть-чуть Что там было Сразу не было сказано О героических поведенческих особенностях российской полиции Ведь есть пример Не сказано ничего Там есть место и чувство юмора И попытку людям спасти Давайте посмотрим Девчонка плачет Девчонка плачет Появилась информация Ладно Девочка плачет Это уже не наша история Давайте не будем Подобляться Действительно Вот этим вот Пропагандонам А то действительно Был случай Когда МВД Предоставило запись О том Как на них кинулся Человек с бейсбольной битой Да, помните Когда это все было Ну, явно постановочно Ну, реально же Явно постановочно Не знаю, зачем они это сделали Но я думаю Что там Девочка плачет Это та же история Когда там ОМОН из успокаивает девочку Или что-то такое Ну, в общем-то Бред сивой кобылы Про дядю Степу Так Соловьев Напоминаю Что его кличка Собственно Помет Так Идти Дорогой Добра надо Вот как раз Думая о том Что такое добро И О чем все Сейчас все происходит Я смотрю Как По известным Западным методичкам Пытаются разгонять Самые разные истории Я, например С большим интересом Прочитал вчера А я как отношусь Ко всему этому Я отношусь к этому Всему Как информация Которую необходимо проверять Ну, например Страшный Злобный Полицейский Два раза ударил Страшной Ужасной Палкой Страшно Ужасно Талантливого Журналиста Который Страшно Кричал Ай-яй-яй Ему было ужасно Он упал После чего Долго Раздавал Интервью После чего Естественно Побежал Снимать Побои Ну, правда Возник вопрос А Все ли так Как мы видели И тут Возникает Ну, мы Много об этом говорили Много То есть главный вопрос Который он задает Все ли так Как мы видели То есть что там Видеть Там с трех ракурсов Все четко Все события Запечатлены А все ли так Как мы видели То есть этот Вопрос Зрителю Заставляет Усомниться Их В том Что они На самом деле Видели Улавливаете мысль Как пропаганда Работает То есть Видите Зеленый шарик А вы точно Уверены Что он зеленый А может быть Он красный А давайте Посмотрим Повнимательнее Может быть Он все таки Красный Смотрели Стало ясно Что человек Который Это все Изображал Он Такой Я не знаю У нас Журналистами Все являются Что ли Вот я смотрю У Кости Придубайла Очень серьезно Описано О том Что же Это за Человек И выясняется Что все конечно Хорошо Но журналистам Его считать Довольно сложно Он скорее Провокатор Да конечно Лучше считать Журналистами Соловьева Скобееву Именно Из уважения К их Так сказать Самому древнейшему Ремеслу Им в народе Выдали такие Прозвища Как сливной бачок И помет Собственно Вот А напоминаю Вам что по закону О средствах массовой информации В России Является Собственно Журналистом Любое лицо Которое имеет отношение К выпуску Редактированию Или производству Информационных материалов Средства массовой информации Хотя Действительно Бить его два раза По голове Наверное Не следует Вот Неужели Соловьев Хоть что-то сказал Бить Его два раза По голове Наверное Не следовало Друзья Цинизм Всей этой картины Конечно Поражает Опять же Посыл Всего этого Такой Что Мы Журналисты С большими камерами На балдашниками На микрофонах А вы Говно И бить вас Наверное Не надо Но в принципе Если и побили То Ну ничего страшного Вы же Провокаторы Или как там Они короче называют Давайте посмотрим Хотя С другой стороны Здесь должен Определять Законная полиция Правильно Или неправильно Поступили Это вот Этот самый Человек О котором Мы говорим Некий Костя У него Такая Сложная фамилия Он Колоссального Размера Журналист Просто Нереального Как я Если я правильно Понимаю Он Там У него 30 Что ли Подписчиков Или 300 Ну что-то такое Это опять-таки Не имеет никакого Отношения Правильно Или неправильно Ну да У Соловьева То конечно Гораздо больше Подписчиков Друзья мои Конечно Спасибо Лахте У Соловьева Достаточно Количества подписчиков И Соловьев Вообще Лучший журналист В России Поэтому его Дубинатором По голове ОМОНовцам Бить нельзя А Феде У которого Будь хоть 30 Подписчиков Бить можно Вот такой Мессендж Дает Соловьев Вот и все Его ударили по голове Это отдельно Разберутся Но важно смотреть Что он сказал Где он сказал Только у меня вопрос А на каком основании У него карточка пресса Если есть редакторское задание Мы очень широко Рассматриваем Отвечаю Соловьеву На основании Моего распоряжения У него есть карточка пресса И редакционное задание Вот я так решил Я Павлик Я так решил Как главный редактор Я дал ему задание Примерно на таком же основании Как видимо у Соловьева Она есть или нет Я не знаю Если кто-то решит Что Соловьев Вот ты будешь журналистом И на тебе редакционное задание И карточку пресса Вот примерно На таком же основании И опять же Мессендж какой Вы все Грязь под ногтями И мы только настоящие журналисты В программе Соловьев Лайф Хотя они говорят Что вот Он ведет стримы Для ютуб каналов Друзья Канал на ютубе Соловьев Лайф Это не реклама Но Соловьев тоже ведет стримы В ютубе Однако его никто там Ну конечно нормальные люди Его называют там Я не знаю Какими словами Которые я даже не хочу повторять Но Они же не называют друг друга Провокаторами Там блогерами И так далее Почему Они так не делают А по отношению К Настоящим независимым СМИ Даже пусть не очень большим Как наши Они так конечно Могут себе позволить сделать Конечно же У них есть административный ресурс У них есть федеральные средства На это У них есть какая-то там Аудитория Они могут себе Конечно такое позволить Поэтому давайте рассматривать Если мы рассматриваем действия сотрудника Правоохранительных органов Который ему долбанул по голове И вот так выглядит синяк у него на голове Он правда после этого сказал Что у него черепно-мозговая травма И все ужасно Я не знаю Наверняка Просто Я медицинского непосредственно бумажки не видел Но если говорить Наверное так и есть Но у меня сразу В таких ситуациях возникают вопросы А почему каждый раз Он оказывается в такой ситуации То есть Он специально провоцирует Что предшествовало этому удару Полиция почувствовала себе опасность То есть Почему последовала такая реакция полиции Почему каждый раз Он оказывается в такой ситуации Потому что он журналист Который освещает митинги Который ведет Свою журналистскую деятельность В том числе и на протестных акциях Которые часто подавляются ОМОНом Зачастую И в которых есть возможность Всегда есть вероятность Очень большая в России Оказаться собственно Избитым Задержанным И так далее То есть Всегда есть вероятность того Что тебе будет нанесен какой-то ущерб Но опять же Рассуждение Соловьева Приводят зрителя Вернее хотят привести зрителя К такому выводу Что Маша сама виновата Что ее изнасиловали Потому что она Одела короткую юбку И вообще провоцировала Своим поведением насильника Вот и все Вот это мессендж Мне говорят Соловьев Перебывается каждый раз Нет Я все время говорю Одинаково Полицейский Выполняет задание Но два раза Бить по голове Не надо было Вот летом Он показывал Что его избили Поэтому давайте Его четко отделять Он активист Или он журналист Поэтому Вопросы К полицейскому На которые Он ответит Перед своим начальством В рамках Что Чего И как А вот тут Вот действительно Вопрос такой Задает Соловьев Он активист все-таки Или он журналист На том мероприятии Которое он тогда освещал Он был журналистом В жилетке пресса С карточкой Редакционным заданием Ввел прямую трансляцию Туда куда ему сказала Редакция Все На том митинге Он был прессой Если он В другой день Без карточки пресса Выйдет митинговать И орать Путин вор Значит там он будет Активистом Вот так надо отделять Лично я для себя И своих как бы сотрудников Всегда отделял Что друзья Если вы идете как журналисты То идете как журналисты Если вы идете как активисты То соответственно Ну я уже не могу вам Ничего рекомендовать И приказывать И советовать Вот Но если вы идете как журналисты Вы просто освещаете события Вы не вмешиваетесь Вы освещаете события Так же собственно Делал и Федор А вот К этому парню Тоже много вопросов Почему он притворяется Как он там называется Журналистом Он кто Или давайте скажем так У нас каждый блогер Журналист Или Он же хамил полицейскому То есть это нормально Он препятствовал Вот он говорит Давайте скажем так У нас каждый блогер Журналист А ведь я помню Еще лет 8 назад Наверное Году В 2013 году Хотели же внести В Госдуму законопроект По которому Каждый блогер Свыше там Полутора тысяч Или двух с половиной тысяч Подписчиков Приравнивался К СМИ То есть он получал Статус журналиста Получается Хотели же они ввести Такой законопроект Чтобы ответственность Была больше У журналиста Безусловно Несколько Больше прав Чем у обычного человека Но и ответственность За какие-то нарушения Закона Гораздо больше И тут Соловьев Ну пытается Как бы Играть на этом В общем Что А кто он вообще такой То есть он говорит Он хамил полицейскому То есть фраза Ты че меня толкаешь То есть Вот прикиньте Кто это сейчас подходит Мен какой-то Толкнет Соловьева То есть Соловьев Ему в ответ Что-либо скажет Это значит Он хамил полицейскому Значит его можно Бить два раза По голове дубиной Это вот тот посыл Который несет Соловьев Осуществление Его деятельности Если он Препятствовал Осуществлению Его деятельности То он тоже Ответить должен Или нет Так же как Например Совершенно жуткая история Которую сейчас Все разгоняют По поводу Девочки Которая рассказывает Как ей не давали Телефон Ну в общем и так далее Дальше там Несанкционированный Митинг и так далее Поставьте обязательно Этому видео лайк Распространите это видео И напишите Что вы думаете По этому поводу В комментариях Друзья мои А так же Подписывайтесь на канал Здесь говорят правду Ну Навального посадили Что ж Теперь мы говорим правду Мы и раньше говорили правду Ну в общем А теперь Сейчас мы Свяжемся Со самим Виновником торжества И спросим его Что он думает По этому поводу И вот у нас Сам виновник торжества Главный провокатор Позавчерашних протестов Это у нас Федор И он По совместительству Является Собственно Моим подчиненным Потому что я Главный редактор СМИ AllRus.News А он Собственно Является Журналистом Моего издания Уже довольно давно Но Пропагандоны По телевизору Узнали об этом Только сейчас Вот И для них Это было просто Офигительным Откровением Вот Ну что Привет Федор Ну что Расскажи Как ты себя чувствуешь Прежде всего Да Привет Паш Сейчас В общем-то Чувствую себя Ну Получше Чем Конечно В тот день Когда меня Огрели дубинкой Но Все равно Еще нужно Время На восстановление И так как Тошнота Еще есть И Гоукружение Мне нельзя Резко двигаться В общем Только Спокойно Сидеть Или же Лежать На кровати Понятно Что у тебя там С шишкой Что плохо видно Шишкой Кстати уже Вроде нету Ее Хотя вот Сразу после удара В СМИ Были фотки Как вот там Прям вот Огромный Шишкарь Прям был Да Я боялся Что там у тебя Полголовы Синее будет Расскажи Ты видел Репортажи о себе В программе 60 минут По России 1 То что Соловьев Там о тебе Еще говорил Да Я видел Я Это даже Это как-то Забавно Если честно Потому что В первый день Сразу после Протестов 2 февраля 3 февраля В программе Время покажет Шейнин И его там Люди Которые сидели В студии С которыми Он общался Как-то вот Аккуратно Они обходили Эту тему То есть Говорили Вот вроде бы ОМОНовец Не прав То есть Надо все-таки Наказать Провести расследование И на следующий день Тут Бац Сменилась риторика Сразу же Говорят Провокатор Говорят Что я сам виноват Я вообще блогер Не журналист И пошла информационная атака Из ботов На канал Скажи Вот там кадры показывали Что ты там Где-то еще В протестных акциях Участвовал Ну там В качестве журналиста Судя по всему Судя по твоей Пресс-карте И специальной одежде Вот расскажи Пожалуйста Вообще Часто журналистов Задерживают Или вот Применяют насилие Вот как тебе Или это такой Единичный случай Вообще Довольно редко Если на общем плане Смотреть За всю мою карьеру Когда я работал На протестах С камерой От разных Изданий Я раньше Я являлся журналистом Сотовижен И для них снимал Сейчас в общем-то Я как раз Снимаю Для своего канала И как раз Ну часто встречаюсь С тем Что и других Журналистов Задерживают Не только меня Это не только Ко мне относится Вот Но Это зачастую бывает Когда журналист Старается Во всех деталях Запечатлеть Работу Правоохранительных Органов Тогда и Журналисты Задерживают Ну то есть Когда Грубо говоря Журналист пытается Осветить Какие-то моменты Которые Неудобны Полиции Да Я правильно Клиффе Куда меня Отвезли Потом После Того Как я вызвал Скорую Встретился С одним Человеком Даже с ним Видео были В телеграм-каналах Где у него Текла Кровь По голове Вот где-то Вот в этом районе И Как он сказал Его прям Пожетче ударили Дубинкой Он тоже Журналистом был Нет Он уже Активистом был То есть Он участником Был Прогулки Так называемой Да Да Но при этом Не оказывал Никакого сопротивления И Никак не агрессировал По отношению К сотрудникам ОМОНа Скажи пожалуйста А что вообще Так не понравилось Силовикам В том что Ну в каких Твоих действиях Вот что им Именно вот не понравилось В тот момент Конкретный Мне кажется Во-первых Я Как-то слишком Попался под руку Во-вторых Этот ОМОН Ведь столько Что Если посмотреть На записи Отходил От человека Которого Только что Избивал Там двое Сотрудников ОМОНа Избивало И я хотел Заснять Поближе В деталях Состояние Человека Которого Только что Избили Ну вот Попался Я Ему на глаза Он 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 Толкнул Рукой Резко Я Ему Предъявил Что Меня не толкают Что я Журналист После Он Мне Пригрозил И Так же Еще в конце Оскорбил Меня И Не Проходит Несколько Секунд Как он На меня Замахивается И Огревает Два Раза Вот Прям Видно То что Не случайно А именно Целенаправленно Бьет Слушай А тех Вот Людей Которых Он До этого Получается Бил Ну Занят Был Ими И Ты Решил Заснять Как Он И Бил Получается Они Просто Пришли Побили И Ушли Да Именно Так И Было Ну Насколько Я понимаю Что Полиция Должна По идее Работать Как Не Так То есть Если Человек Совершил Какое-то Правонарушение То Он Должен Будь Задержан Соответственно Перевлечен К Ответственности Какой-то А Не Просто Избить Дубинками У нас Установленным Законом Случа И Тут Явно Не Такой Случай Потому Что Там Случай Перечисленный Когда Человек Оказывает Физическое Сопротивление И Применяет Насилие К Сотруднику Полиции Либо Существует Угроза Применения Такого Насилия А там Как я понимаю Ни того Ни другого Не было Ни от Ни от Тех Кого Избивали Тем более Потом От тебя Потому Что Он же Уходил Толкает И Слышит Толкает Получается Уходит Уже На несколько Метров Потом Слышит Что Ты ему Говоришь Ты что У меня Толкающий Журналист И Он тебе Соответственно Потом Уже Так Был Занят Предотвращением Митинга Несанкционированного Правонарушения Какого Мнимого Которого Скорее Не было Что Возвращается Находит Три секунды Перерыв Тебе Устроил Чтобы Побить Тебя И Пошел Дальше Ну Как видно Было Действительно Он Сочаровательно Направленно Побил Потом Уже Начал Направляться Абсолютно В другую Сторону И Насколько Я знаю Есть даже Статья В уголовном Кодексе Оставление Человека В опасном Состоянии То есть Он мне Не предложил Потом Помощи Вызвать Скорую Мне Никто Из сотрудников Полиции Не предложил То есть Даже Никто Не помог Из них Подняться Мне И Также Было Видно Ты Правильно Заметил Что Они Не могли Применять Спецсредства Люди Наоборот Тогда Забежали В тот Дворик От ОМОНа Они Просто Испугались Их действий И убегали От них Они Не оказывали Никакого Сопротивления И оказались Зажаты И Даже Я видел То что Сотрудники ОМОНа Приставляли Самих Людей К стенке И били Их По ногам Дубинками То есть Как мы Наблюдали В Беларуси Летом Прошлого года Да Слушай А ты видел Может какие-то Отличительные знаки У этого полицейского Который тебя бил Может быть Значок какой-то У него был Нет Абсолютно Никакого То есть Просто Человек В форме Надел форму Маску И Ну Блоклаву И Дубинку Носил с собой Все То есть Нельзя было понять Что Это Человек Не Какой-нибудь Бандит То есть А может Это не полицейский Был Может Это Кто-то Форму купил И решил В мусора Поиграть Просто Побить людей Дубинками И поиграться Как вот Поймали же Подростка В Питере Который Переоделся В форму ОМОН И ходил С ними Может он Такой же Был Человек Возможно Кстати МВД Я не удивлюсь Что МВД Или что Росгвардия Так же И ответит Что у нас Такого нет Это как С девушкой Было Которую Янка Телевский Заснял В прошлом году Позапрошлом Вернее уже Которую В живот Ударили Помнишь Да Да Я помню Резонанс На довольно Случай Так Слушай Ну и какой Тебе диагноз В склифе Поставили Так Значит Сотрясение Мозга Сокрытая Черепно-мозговая Травма И ушиб Мягких Тканей То есть Я так понимаю Ты сейчас Еще находишься На лечении Да Да Мне прописали Лекарство Которое Надо пить И В течение Пяти дней Нужно Находиться Дома Но это еще не точно Поскольку у меня Было тоже Два таких случаев И я там Ну почти Три недели Я там Почти по три недели Лежал Ну особенно После такого Жесткого удара Мне кажется Действительно Я буду дольше Акклиматься Ну да Там судя по звуку Это было Очень жестко И честно Я даже Испугался Скажи пожалуйста Какие действия Сейчас Ты предпринял Чтобы непосредственно Ну установить Личность Вот этого Бандита Да В форме И чтобы Кто-то привлек К ответственности Хотя бы чтобы Какое-то наказание Он понес И скажи Что ты сделал И как ты считаешь Он понесет Заслуженное наказание По закону Или все-таки Ты должна Это не надеяться Смотри Значит В первый же день Когда Я Уже Очухался После Произошедшего Я Связался С адвокатом Агоры И Мы Приняли решение Что будем Уже писать заявление В следственный комитет По факту Случившегося Чтобы привлекли К ответственности Данного сотрудника ОМОНа И Я Также Открыл Больничный лист В своей поликлинике Вот Ну и Прикрепили Также Еще и Вот эту справку Из Клифа То что Осмотрели Меня Насчет того Что Привлекут ли К самого ОМОНовца К ответственности Видя Последние Года Как Такие дела Расследуются Вернее Не расследуются Надеяться На Хороший Вариант В нашем Правовом Поле Вернее Его отсутствие Как-то И не Приходится Понятно Скажи Пожалуйста А Тебе Сейчас Какие-то Там Угрозы Может быть Давление На тебя Какое-то Ну кроме Сливного Бачка Там И Соловьева Оказывается Нет Со стороны Может Правоохранительных Органов Таких Нет Пока что Со стороны Правоохранительных Органов Никакой Реакции Не было Даже Не было Как-то Попыток Связаться Со мной Хотя бы Как-то Поговорить Насчет Случившегося Я не говорю О тех же Извинениях По поводу Того Что случилось Но Есть Конечно Случай Вот сегодня Под вечер Мне В фейсбуке И в инстаграм Директ Там где-то Десяток человек Написали Что я вот Не журналист Я провокатор Вот так мне и надо И Оскорбляли кучу Так Не цензурной Бранью Я Вообще На это Как-то Смешно Мне смотреть То есть В основном Оказывается Сейчас психологическое Давление Скорее Вот такой Кибербуллинг А вот Люди Которые Тебя называют Провокатором Они Вот что Вкладывают В это Понятие Как ты Думаешь Для них Странно То что Я предъявляю Сотруднику ОМОНа То что Он не должен Делать То есть Делаю ему Замечание И для них Это уже звучит Как-то Как провокация Хотя я Должен Фиксировать Работу Сотрудников Правоохранительных Органов Их работу И делать им Замечание Если они делают Незаконную работу Дело в том Что в законе О полиции У нас Прописано четко То есть Ну во-первых Исходя из определения Слова провокация Мы понимаем Что провокация Это совершение Каких-либо действий Для того Чтобы вызвать Какую-то ответную реакцию Вот Для того чтобы Наступили Какие-то последствия От твоих действий Но В законе О полиции Четко сказано Что применение Физической силы Может спровоцировать Только определенные действия То есть Если бы ты Допустим Не знаю Напал на сотрудника Полиции Угрожал ему Чем-то там И так далее То есть Ты таких действий Не делал Но тем не менее Сотрудник полиции Видимо Ну не читал законов Может быть Может быть В его законах Как ему там Доносили Какие-то его командиры Ему говорили там Вот если кто-то Тебе сделает замечание У тебя это основание Для применения Дубинки По голове Но они в коем случае Не задерживают Кстати вот как ты думаешь Почему тебя не задержали Я даже не могу предположить Но Вокруг меня столпилось Очень много журналистов После этого Сразу же Подошли И Видимо Они Они посчитали Три Возможно. Я не исключаю такой вариант, потому что, во-первых, мы живем в России. Журналисты недавно главреда медиазоны закрыли спецприемник, хотя это на самом деле не спецприемник, но все равно дали ему сутки за шуточный ретвит. И сейчас он находится в Сахарово. Сейчас многие про это пишут. Сергей Смирнов находится сейчас под арестом, хотя он является журналистом. Да, кстати, Сергея Смирнова показывали в одном выпуске, собственно, с репортажем про тебя и назвали видео вот из камеры, где они там, сколько там, человек 20, а камера там на 8 человек, грубо говоря. Они назвали это фейком. Как ты думаешь, все-таки как-то у этих людей все нормально вообще с головой? Они вообще понимают, что они несут там, ну как может быть фейком? И, кстати, твое видео они тоже назвали фейком. Что фейкового может быть в том, где, ну вот, очевидная, казалось бы, ситуация, да? Один человек в форме превысил свои служебные полномочия, ударил другого человека два раза дубинкой, да? Казалось бы, ну все, как бы, что надо было сделать? Вот как первая реакция? Самая правильная, как говорится, первая реакция. Потому что в основном-то у них-то все-таки, какие бы они пропагандоны не были, у них иногда остается чуточка мозгов, и они иногда сначала реагируют адекватно, то есть, ну как, ну да, надо наказать, мы перегнули палку, грубо говоря. А потом, видимо, включается какая-то команда, и они говорят, что это фейк, и что ты провокатор, получается. Как, на твой взгляд, вот это вот отнесение всего к фейкам работает? Просто если взглянуть, опять же, на последние годы в машину пропаганды, как она работает, принцип ее такой. Черное называть белым, белое называть черным. Вот. Просто подменять понятия. И многие люди, которые смотрят телевизор, им этого и достаточно. То есть, им все хорошо. Вот я просто смотрел, и я не понимаю, какие люди вообще это смотрят. Это люди реально понимают, что им вот это накачивают или нет. Как ты вообще думаешь, важны ли независимые СМИ в России? Действительно, это важно, потому что за счет независимых СМИ как раз видно реальную ситуацию. Мы можем видеть те же действия правоохранительных органов. Те видео со мной, которые попали в сеть, они благодаря независимым СМИ попали, и люди это увидели. Вот, насколько я помню, то видео, которое больше всех развирусилось, это заснял журналист SotaVision. И это независимое СМИ довольно долго работает, и много там классных журналистов. И действительно, на примере этой ситуации это важно, потому что у меня бы, к примеру, сохранился только кусочек прямого эфира, где не видно, как меня ударили, но было видно, как замахивался ОМОНовец на меня. Все, я отсмотрел свой прямой эфир, там максимум это видно. А вот с другого ракурса все же было видно. Поэтому, когда много независимых СМИ, сложно скрыть правду. То есть информация становится более очевидной. Да. Это еще один повод сказать, в принципе, Соловьеву, что это была спланированная акция, что тебя снимали специально со всех ракурсов. Поэтому, ну, я думаю, что Соловьев может воспользоваться нашим советом. Вот, можете так и говорить, товарищ помет. А ты заметил, да, вот этот вот кусочек отрезок, где тебя толкнул ОМОНовец? Они сначала, вот когда показывали там в своей студии этот репортаж, да, они его вырезали, но потом они все-таки его показали, когда на фоне там обсуждения, да, что все-таки видно, что он тебя толкает. Смухлевали чуть-чуть, так сказать. По их видео, вот изначальному, ты просто ни сфига начинаешь предъявлять что-то ОМОНовцу, ОМОНовец, разгоряченный там, горячий парень откуда-то небось с Рязани или может быть, я не знаю, с под Минску приехал в командировку, наверное, и не удержался, да. Интересно, можно ли бить Соловьева? Пишите в комментариях, собственно, к этому видео. Можно ли бить Соловьева и можно ли оправдывать там, если кто-то дубинатором ударит два раза по лицу Соловьева там или по голове, то можно ли это как-то оправдать? Оставляйте свои комментарии, друзья. А вообще, кстати, вот еще один вопрос интересный. Будешь ли ты еще дальше вот освещать какие-то протестные акции в дальнейшем, ну, когда там поправишься, выздоровишься? Это не обсуждается. Я однозначно буду дальше освещать, и это меня не запугает никак. То есть, видимо, придется теперь носить бронежилет также, защиту и каску придется надеть, чтобы вот прям точно защититься от действий ОМОНа. Вот чего я, собственно, всем рекомендую. Вот как Федор поступать, я тоже всем рекомендовал перед митингами. А зачем под дубинки подставляться? Ну, вы же видите, что там дубинками бьют, да? Мы имеем право собираться мирно и без оружия, но это не значит, что мы не можем защищать свою голову каской или там броней какой-то там. Хоть бронежилет одевайте, это законом никаким не запрещено. Просто вы, как бы, получите меньше травм сохранить свое здоровье от озверевших ОМОНовцев. Возможно, даже не получится стрясение мозга. Ну что ж, как думаешь, Россия будет свободной? Когда-то обязательно будет. Давай на этой замечательной ноте Россия будет свободной. Обязательно. С тобой попрощаемся. Вот. И все. Спасибо, Федор. Так. Оздоровление тебе. Ну что, друзья, такие вот сюжеты пропаганды мы с вами посмотрели. Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях. Обязательно поставьте множество лайков, оставляйте множество комментариев. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать колокольчик. Также подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм-канал, ТикТок и группу ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете нас. Я надеюсь, вы не поддерживаете вот этих пропагандонов, а поддерживаете настоящие независимые, хоть и небольшие СМИ. Поддерживайте всех политических заключенных, свободу слова и сменяемость власти в России. Присоединяйтесь к протестному движению, ходите на протестные митинги. И не забывайте защищать себя средствами защиты, чтобы не получить тяжелые травмы от мусорской дубинки. Все, всем удачи, всем пока. До новых встреч. Россия будет свободной.